Мы пришли машину забирать. Нас смотрят, как на дебилов здесь. С чемоданом еще никто не приходил в автосалон. Так, что насчет экрана? Попробуйте, кстати, будет ли возможность или необходимость. В перчатках можно даже работать. Здесь инфракрасная сетка, должен работать и даже перчатка. Будете ли пользоваться автоматическим заездом на парковку? Нет. Нет автоматического поиска пивных. Ты такого знаешь? Автоматического такого. Ну вот что-то вроде полуавтоматического. Кнопку нажимаете, где ближайшая пивная. Поиск музыки и радиопрограммы. Поиск музыки. Что вы хотите услышать? Это я показал как неправильно. Мне холодно. Температура установлена на 23 градуса. Здесь есть режим концертного зала. Угу. Удачи тогда на дороге. До чего дошла техника. Теперь не нужно трахаться с этим экраном, здесь вводить какие-то буквы, еще что-то. У меня есть приложение Volvo Car. Через приложение я могу завести машину удаленно, открыть-закрыть двери. Посмотрите, где он находится. У нас всякая статистика. Ваше место назначения расположено в районе запрещенным доступом. Давай-давай, красавица, поехали. Перейдите на указанный маршрут. Вот. Все поездки наши. Город Выбор, да. Отправить пункт назначения. И он его сюда отправляет. Идет прокладка маршрута. Едем в Выбор. Да. Представь, что ты автожурналист. Я в ключ удавился. Ну ты можешь так сесть на картах? Ну как, ну нормально, ты же автожурналист. Вот так вот. Около машины, вот так вот. Автомобиль. Зверь. Зверь. Машина, конечно, бомбовая. У нас тут, кстати, видите, у нас есть радар. Камера. Камера спереди. Камеры вот тут вот. Видишь, их тоже можно протереть. То есть видит со всех сторон как филин. Полный привод. Первый раз увидели машину, а где инструкция? А что в ней еще есть? Давай откроем капот. Ты знаешь, это как у велосипеда. Я тебе расскажу. Когда человек, ты приезжаешь на велосипеде, и человек, знаешь, так оценить велосипед, он так на нее смотрит, он ничего не понимает, и обязательно берет и вот так вот, ну, тронет, как накачанная шина. Он говорит, хороший, да. То есть абсолютно все. Я не понимаю почему. То есть реально человек всегда подходит к велосипеду и берет и так шину трогает. Когда машину, автомобиль, он на нее смотрит, он ничего не понимает. Он говорит, ну открой капот, можно посмотреть, что там под капотом? Такое впечатление, что он вот так вот глазами сразу поймет, какая там коробка, какой двигатель, какой там компьютер, какие у него мозги, что она может. И так с умным видом, а, ну да, ну да. При этом он зачастую кроме защитной крышки двигателя, он ничего и не видит. Но по защитной крышке двигателя русский человек определяет, хороший автомобиль или нет. Открывай капот. Он там где хоть открывается. Ну? Как открыть капот? О! Красота! О! Не, ну хорошая машина. Хорошая. О! О! Что мы имеем? Двигатель с защитной крышкой. Ты понимаешь, что это двигатель внутреннего сгорания? Серьезная техника. Вот эта штучка с красной фиговикой. Тоже хорошая. Самое главное здесь, это то, что тебе голову не прибьет крышкой. Видишь, тут можно так делать, а она, видишь, она вверх едет. Раньше нужно было такую доску подставлять. Серьезный автомобиль. Смотрите, видите, да? Мне кажется, лучше тестов автомобиля еще не делал вообще никто. Так, ну все, тебе надо капот закрыть. Оп! Второй вопрос, который волнует человек, когда покупает автомобиль, что поместится в багажник? Ну вот тело легко. Тело легко. Смотри. Тут у нас есть, кстати, еще один ряд сидений. Чтобы вы понимали, можно разложить. Разложить вот сиденья. Это что такое? Ну это кнопки. Ну а это при заведенной машине. То есть ты нажимаешь, они тяжело отстегиваются, как в Мерседесе. Да ладно. Багажник закрывается у нас тоже с кнопочкой. Кстати, мне кажется, мы первые люди, кто делает тест-драйв, фотографируя и снимая грязную машину просто. С другой стороны, мы ее снимаем в естественных условиях, чтобы человек видел, как она будет выглядеть обычно у него в России. А то все на теплой даже. Да. Потом покупает и говорит, почему она не белая. Я покупал белую. Сейчас будем тестировать бездорожье. Давай. Вообще красота. Вот. Гребет она нормально, как трактор Беларусь. Вот так вот. А у тебя бездорожье стояло или что? Стояло бездорожье. А ты уже опустил? Она автоматически опускает сюда глушище. А, ну подними. Сделай там бездорожье. Немного подвеска. А теперь опусти. Видите как? Сначала перед опускается. Что еще у нас есть? Экранчик с такой вот навигацией. Значит тут, во-первых, можно функции автомобиля. Менять всякие режимы. Она сама паркуется. Дистанция, пуск. Можно посмотреть камеры разные. Обзор 360. Что значит? Ну это по всем камерам будет смотреть. В общем можно посмотреть, где у нас дикие камеры. Значит здесь можно настраивать. Одно у нас проекционный дисплей. Дорожные знаки. Основное меню подключения. Есть телефон. Есть Apple CarPlay. Где можно посмотреть сообщения свои. Новое сообщение сделать. Кому вы хотите написать сообщение? Максим Верник. Хорошо. Что написать абоненту Максим Верник. Сдавай машину и пошли обедать. В вашем сообщении сказано. Сдавай машину и пошли обедать. Можно отправлять его. Отправить. Отправляю. Офигеть. Ну собственно настройки, радио и так далее. В общем твои впечатления об автомобиле. Машина роскошная. Ты даже не представляешь насколько. Звук. Управление. Я ехал. И массаж. Самое главное массаж делать. Сиденье. Кресло с массажем. Вот чересло прям. Вот чересло. Понял. Если бы я жил где-нибудь за городом. И у меня была необходимость в автомобиле. А у меня нет. Наверное вот Volvo. У меня всю жизнь Volvo было. Я поэтому Volvo очень люблю. У меня всю жизнь Volvo было. С30. У супруги С60. Потом я все конечно продал. Сейчас без автомобиля. Но Volvo. Не знаю. Мне очень нравится. Классно. И дизайн как они делают. Это очень хорошо. Отпусти руль. Отпусти. Не будет? О! Откручивают. А хочу чаю. Подожди. Если дорога поворачивает, она сама поворачивает. Хочу чаю. Красиво едем. Черт. Мы едем 130 км в час. Машина сама рулит. Ну в общем машина конечно такая. Она умнее меня. Вот я сейчас. Я сейчас поставил 100 км в час. У меня. Стоит система самоподру... Да. А он походу чувствует, что ты руль не держишь. Уже руки опускаются. Не-не-не. Вы не поняли. Машина сама едет. Полностью сама рулит. Ха-ха-ха. Десяточку добавлю. Так грустно ехать. О! Офигеть вообще. Субтитры сделал DimaTorzok